Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Не ждите рецептов! Сегодняшний ролик выходит в рубрике Skills and Tools. Постоянные зрители канала помнят мои ролики про копчение. Холодное и горячее. Если кто-то вдруг не видел, то щелкайте сюда или сюда. Ну или заходите в описание видео. Ссылки там будут. Вы видели, что для получения дыма в этих роликах я пользуюсь дымогенератором. Холодсмокер. Вот таким. Я его купил на Амазоне за сумасшедшие деньги. Если бы подержал его в руках перед покупкой, то скорее всего не стал бы транжирить свои финансы, а создал что-либо подобное. Благо это несложно. Меня неоднократно спрашивали, можно ли коптить, используя вот такой девайс на балконе. Ну сколько там дыма и тому подобное. Я решил, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому смотрите и принимайте решение сами. Что касается технологии копчения. Все ролики, которые вы видели, я снял, отталкиваясь вот от этого документа. Производство продуктов из свинины, говядины, баранины и других видов мяса. В комментариях, ну как всегда, тут же появились знатоки, которые авторитетно заявили, это все фигня. Я прекрасно понимаю, что любой человек, который попробовал свежезакопченную рыбку, которую приготовил тут же на костре его товарищ в какой-нибудь коптильне вот такого типа, конечно же знает о копчении все. Ну или по крайней мере в сто раз больше, чем технологи, которые пишут технологические карты и регламенты копчения. И конечно же я понимаю, что вот такой комментатор, если он закоптил что-нибудь сам, а если не дай бог еще и не один раз, тут же становится непререкаемым авторитетом в области всего, что касается копчения. Да и во всех областях сразу. Я такими глубокими познаниями похвастаться не могу, поэтому вынужден постоянно учиться. Причем в силу места своего проживания в качестве учителей выбираю не соседа, который офигенно коптит вот уже несколько лет, а специальную литературу и профессиональных технологов. Что касается процессов копчения, вот в этом документе указано, что горячее копчение это копчение, которое происходит при температуре 32-40 градусов по Цельсию, при начальной температуре 50 градусов по Цельсию, холодное при температуре 18-22 градуса по Цельсию. Справедливости ради, надо заметить, что здесь есть некоторая неточность. Холодным копчением вообще следовало бы назвать все, что происходит при температурах ниже 22 градусов по Цельсию. В Финляндии, например, продают нежнейшего лосося, который коптится вовсе при отрицательных температурах. Что же касается копчения при температурах выше 50 градусов, то это уже не просто копчение. Это копчение, объединенное в одном техпроцессе с запеканием. Повторюсь, я не всезнайка, и профессиональные технологи могут меня поправить. Откуда вообще берется вот эта градация, эти границы? У дяди Васи все просто, он так думает. В пищевом производстве все немного сложнее. Есть такое понятие температура денатурации белков. В общем и целом, например, для яичного белка это температура в 55 градусов. Для большинства мясных это 55-60 градусов. Однако температура денатурации очень сильно зависит от PH-среды, от кислотности. И технологи на производстве активно этим пользуются, добиваясь нужного результата. Вот и получается, что температура близкая к границе начала денатурации белков, это и есть температура горячего копчения. А если она заведомо выше, то это уже горячее копчение, объединенное с запеканием. Вариантов приготовления копченых продуктов величайшее множество. И самая большая дурость, какую только можно придумать, это считать, что существует какой-то один единственно верный рецепт копчения. Важно либо самому понимать, какие процессы проходят в продукте во время готовки, либо следовать рекомендациям грамотных технологов. В рецептуре копченых изделий количество дыма может быть как очень большим, так и незначительным. Скорость дымового потока может быть как высокая, так и совершенно незначительная. Больше того скажу, мне попадались рецепты, в которых часть процессов копчения происходила в так называемом стоячем дыму. Возвращаясь к нашим баранам, я не знаю, решите ли вы коптить что-либо у себя на балконе. Количество дыма вы сами можете оценить по этим кадрам. Если у вас руки растут из плеч, то дымогенератор подобного типа вы можете сготовить сами, используя кусок металлической сетки, например, вот такой же, какой делают вот такие вот сито. Возможно, это будет и проще, и дешевле. Дымогенератор такого типа работает не на щепе, а на опилках. Вот таких, мелких. Размеры самого генератора абсолютно не важны. Вот этот вот лабиринт сделан только для экономии пространства, экономии габаритов этого самого дымогенератора. Я считаю, вовсе нет нужды так старательно его повторять. Все, что нужно, это канал, который отстоит на некотором расстоянии от основания для равномерного притока воздуха. И дымовая камера. Я использую в качестве таковой гриль Вейбер, просто потому что он у меня есть. Ну, либо делаю двухкамерную коптильню из картонных коробок. Конечно же, всегда появятся знатоки, которые тут же расскажут про ужасный вред картона и клея, которым он склеен. Однако не забывай, что речь идет о холодном копчении. Ну да бог с ними. Ссылку на продавцов таких вот дымогенераторов я размещать не буду. Потому что, во-первых, это реклама, а мне за нее не платят. А во-вторых, я просто ее потерял. Ищите в гугле по наименованию Cold Smoker. И сами оценивайте, стоит ли вам тратить такие деньги или нет. И сами оценивайте надежность продавца. Вот и все на сегодня. Надеюсь, выпуск был вам полезен. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»